Проходили мы туда с ЕФСИ, мы туристы, мы приехали с ЕФСИ. Хорошо, хорошо. И с одежды, обязательно. Документы с ВИФСИ. Чтение Адама Смита — это либертарианская конференция. Она проходила в высшей школе экономики на Гнездяковском переулке. Читали лекции, тренинги на тему экономики, на тему этики, политики. Многие из нас разделяют либертарианские взгляды. Нам было действительно интересно попасть на это мероприятие, которое проходит уже не первый год. И мы вот такой большой компанией уже где-то за месяц, наверное, начали готовиться и собираться к этим чтениям. То есть мы не ждали и готовились к революции, а готовились действительно к либертарианским чтениям. В перерыве на обед мы пошли в кафе неподалеку, вот здесь на Страстном бульваре. Шли по карте, то есть если бы мы знали, просто знали, что вот здесь находится Пушкинская площадь, возможно, мы бы сюда и не шли, потому что нам было известно, что в городе происходят массовые какие-то акции, митинги, что Вячеслав Мальцев призывал своих сторонников выйти на крупные площади города. Проходили вот мимо этого места. Здесь стояла полицейская машина, и когда мы проходили рядом с ней, нас попросили подойти. Предъявили документы, осмотрели наши личные вещи. И сразу же говорят, ребята, пройдите, у нас есть на вас ориентировка, ориентировку мы вам показывать не будем. Все, посмотрите в отделе, пройдите, пожалуйста, в машину. Мы прошли, подождали, пока загрузят еще 16 человек в эту машину, и поехали в Хорошевское ОВД. Брали на улице просто каких-то случайных прохожих, в основном молодых людей. Был гражданин Латвии, трое несовершеннолетних. И все, ну, как мы поняли из наших разговоров, никто не собирался именно на митинги. Все просто гуляли, проходили мимо. Когда нас повели уже подписывать протоколы, все было просто с нуля придумано. Там даже неправильно было указано время. То есть нас задержали в 13.50, в протоколе написано, что нас задержали в 14.15. Написано, что мы в футболках Навальной 2018, кричали мы за честные выборы, нас было 10 человек. Причем непонятно, как они давали вот эти протоколы 16 людям. У всех было написано 10 человек. Сказали, ждите, мы вас будем развозить по отделам. То есть домой вы сегодня не уедете, будете до вторника, до суда находиться в камерах. Воду нам дали только утром, мы то сказали, набирайте из-под крана. В грязном туалете набирайте воду в бутылку из-под крана. То есть, по сути, доступ к воде мы получили практически через сутки после нашего задержания. Всю ночь мы стучали в двери камеры, махали руками, не знаю, кричали, просили выпустить нас в туалет. Но сотрудница полиции, наверняка она все это прекрасно слышала и видела. У нее стоит монитор, куда транслируется запись с камеры. Она, ну, видимо, решила просто, что, не знаю, подождем до утра. Когда мы повезли к Пресненскому суду, в машине был мальчик, у которого эпилепсия, а ему даже не передали лекарства, то есть родители ему принесли лекарства в отдел, полицейские почему-то решили, что он, видимо, в них не нуждается. У него в любой момент мог случиться приступ. Законный срок задержания по этой статье 48 часов. У суда мы стояли еще несколько часов, и в итоге время задержания было превышено на 3 часа, то есть 51 час. Когда я попросила полицейского выпустить нас и не нарушать закон, полицейский вот так вот загородил выход и говорит, ты можешь пройти, но тогда у тебя будет уже уголовная статья. То есть если ты как-то отдернешь мою руку, попытаешься прорваться, это будет уже уголовная статья. И в итоге в какой-то момент просто подошли сотрудники полиции, сказали, забирайте свои паспорта и уходите. То есть это было, конечно, очень неожиданно, ничего нам не объяснили, попросили удалиться побыстрее от здания суда. Вообще непонятно, что нам ждать от суда, то есть будут повестки в суд, не будет этих повесток. Пишут сейчас жалобы в прокуратуру наши защитники. В дальнейшем мы, конечно, будем писать жалобу в ЕСПЧ, потому что условия нашего содержания оставляли желать лучшего. Нас не пускали в туалет 7 часов, а, как известно, более 3 часов, если это происходит, это уже пытки по нормам ЕСПЧ. Конечно, просто так это оставлять нельзя, потому что то, что с нами произошло, это немыслимо, это ужасная несправедливость. То есть просто брали, хватали людей на улице ни за что. И потом придумывали, откровенно брали протокол.